Следующее, а как сделать так, чтобы торговать начала кофейня? Как сделать так, чтобы эзотерика могла продавать что-нибудь и помочь торговать и так далее? Как вообще это все устроено? Первое, необходимо, чтобы ваша кофейня имела центр, это очень важно, вокруг которого будет раскручиваться энергия. Что это за центр? Это духовный элемент, который вам чрезвычайно нравится. Какой это может быть духовный элемент? Что вы любите? Если человек любит виски, поставить дорогую бутылку виски. Если человек любит семью, поставить фотографию семьи. Если человек любит Буду или любит Иисуса Христа, поставить портрет или образ Иисуса Христа или Будды. В случае, если вы что-либо любите, то этот элемент называется центром. Обязательно такой элемент должен находиться в вашем бизнесе. Итак, ставите центр, тот элемент, который вы больше всего любите. Мысленно представляете, будто вы поставили этот элемент и от него вверх и вниз пошла спица. Представили, будто вверх и вниз от этого элемента пошла спица. На расстоянии мысленно представляете, будто тот элемент, который там изображен, допустим, фотография вашей семьи. Вы их любите, говорите, ты мой зайчик, ты моя жена любимая, ты моя дочка любимая, ты моя внучка любимая, ты мой муж дорогой и так далее. Представляете, начинайте чувствовать к ним любовь. Или, о великий Будда, я тебя очень люблю, или мой Иисус Христос, я чувствую твою любовь к себе. Или что-либо еще. Или бутылка виски там стоит. О, я такое виски люблю, самое вкусное виски, которое есть на земле. Целую эту бутылочку, когда-нибудь я тебя выпью. И после этого, представляете, будто как веретено начинает крутиться вот эта ниточка, которая идет вверх и вниз, и вытягивает из пространства темного, которое находится вокруг людей, которые привлекаются в ваш бизнес. Это называется раскрутить бизнес. Если есть символ, то можно в это место поставить еще и символ. Просматривая вашу кофейню, я могу сказать, что сын ее купил, и скорее всего это было идеей, где он нарушил одно правило. Это правило звучит так. Никогда не открывайте бизнес для того, чтобы отдать долги. Никогда этого не делайте. Если открывать бизнес для того, чтобы отдать долги, то тогда деньги, которые вы еще не заработали, вы уже потратили. Бизнес любой, который вы открываете, должен иметь только одну идею. Эта идея, она должна выглядеть так. Любой бизнес зарабатывается, чтобы принести человеку радость. Каким образом? Деньги, это не так важно. Важна радость, которую вы получите в тот момент, когда вы эти деньги получите. То есть, в случае, если у вас деньги приносят радость, то деньги будут в вашей жизни притекать. В случае, если деньги приносят огорчение, то деньги будут от вас утекать. Почему? Огорчение-оттолкнуть, радость-притянуть. Или радости мы рады, огорчения нас смущают, и мы от огорчений отталкиваемся. Что обычно привлекает в нашу жизнь материальное благополучие? Материальное благополучие привлекает, если вас, как центр бизнеса, кто-то любит. Поэтому делать что-то для кого-то хорошее является элементом привлечения в жизнь материального благополучия. И здесь человек говорит, а что же значит делать хорошее? Я не знаю. Выступайте, как я, на публике и желайте людям добра. Люди, которые сегодня меня смотрят, я желаю вам искренне добра. Пусть добро в вашей жизни появится. Вы хорошие. И вы достойны. Высшие силы сейчас мне передают. Вы достойны быть счастливыми. Пусть у вас в жизни будет счастье. Пусть будет милость Божья. И пусть она проявляется в вашей жизни, создавая для вас самые лучшие результаты жизни. Итак, что сделать для того, чтобы бизнес получался у человека? И что необходимо знать? Для того, чтобы бизнес получался, человек должен знать, что в элементе бизнеса должна туда течь любовь. Какая любовь? Не знаю. Любовь может быть из-за красивой женщины, которая работает продавцом, красиво оформленным магазином, где это все находится, или в вашей любови. Поэтому один из самых лучших вариантов раскрутить свой бизнес на расстоянии чувствовать к нему, а конкретно к этому магазину, ощущение любви. Но любви, мы ее не ощущаем особо. Как можно магазин любить? Можно вместо магазина представить, будто там находится магазин, это ваш маленький любимый ребенок. Или вы там маленький человек. Таким образом, думая о том, что там вы видите ребенка, гладя такого ребенка, вы наполняете сам магазин или сам свой бизнес материалом.